Всем привет! Для подключения предпускового электрического подогревателя от сети 220 вольт предпускового подогревателя двигателя автомобиля как жидкостного, так и масляного хочу сделать вот такую переноску с защитой то есть розетка и автоматические выключатели чтобы это все было непосредственно подогреватель включался в розетку и рядом стояли автоматы защита от короткого замыкания непосредственно рядом с подключением подогревателя значит вот приобрел то есть даже не приобрел у меня она лежала когда-то приобреталась но не понадобилась коробка с динрейкой под 3 автомата приобрел розетку и два однополюсных автомата у меня были конечно в данном случае желательно один двойной купить двухполюсный но буду использовать те что есть десятки значит вроде бы так проблем как бы нету если коробка подходящая собираешь все подключаешь без проблем но здесь вот одна загвоздка что нужно вырезать вырезать это место буду пробовать вырезать получится или нет по размерам смотрю что надо будет снимать под самый край ну будет видно можно было бы конечно использовать розетку и один автомат выключатель но в данном случае подключение будет непостоянным будет вилка из розетки выниматься и просто в данном случае будет меняться местами фаза 0 автомат желательно ставить на фазу поэтому два автомата будут ставиться в раз один в разрыв фазы другой в разрыв ноля удобно выламываются вот эти края вот одну пластинку отсюда я уже выломал и вот так красиво получается если вы хотите стационарно где-то в гараже или же на улице во дворе под навесом понятно приспособить такую вот розетку с защитой стационарно фазу ищите и разрываете фазу вот этим автоматическим выключателем и потом подключаете розетку вот так классно все это выглядит но не в моем случае а получилось вот так закручивается верхняя крышка саморезами затягивается и все выглядит именно так еще и неплохо получилось думал не хватит корпуса но корпуса вполне хватило поэтому я думаю не стоит покупать данную коробку на 4 автомата потому что она более массивная а это вот такая будет не такого размера большого вырезал канал под кабель в нижней части чтобы он заходил в коробку и подключаем автомат кстати кто там сомневался вот эта дешевая зачистка для проводов снятия изоляции работает до сих пор и ни одна не поломалась и зачищает классно смотрите видеообзор я делал данных зачисток все хочу приобрести более дорогую сделать тест но в общем то надобности нету может от нечего делать приобрету и сделаю а так на эти ссылочку оставляю переходите приобретайте кому нужно так готова система подключена вход фаза 0 на автоматы и выход с автомата на розетку все элементарно просто прижимные контакты зачистили провода хорошо зажали сделали хороший контакт и готово устанавливаем теперь все в корпус который мы допиливали напильником на динрейку все садится так все садится и фиксируется фиксируется защелками раз два три готово все держится укладываем укладываем кабель желательно кабель конечно вот в данном месте наверное сейчас я и сделаю это подмотать изоленты защита от продергивания чтобы в случае чего кабель не выдернулся так готово такую вот втулочку сделал можно какой-то хомутик поставить но это уже индивидуально конечно желательно использовать для большей надежности синюю изоленту но я использовал черную хорошо выбор есть сейчас так укладываем тут провода если они получились длинные такие как у меня но нормально нормально и накрываем это все дело крышечкой и закручиваем саморезы готово такое вот устройство получилось так тут я имею метра 4 кабеля на другом конце вилка вот каучуковая то есть для уличного использования понятно что данный корпус не предназначен именно для такого вот исполнения для переносного так сказать но посмотрим насколько прослужит конечно идеальный вариант было чтобы крепилось бы еще в этих местах были саморезы стягивался корпус но аккуратно использовать можно конструкция не совсем хиленькая хлипкая то есть не бросать не наступать машиной не наезжать я думаю какое-то время данная конструкция прослужит давайте посмотрим как это дело включается в эту розетку ну отлично отличная фиксация то есть контакт должен быть хороший автоматы включили и готово так и выключаем тоже аккуратно придерживая контакт в данных розетках вот хороший должно все работать опять же видите корпус предназначен для крепления на стене то есть всю эту конструкцию можете приспособить и на стену сделать такой съемный вариант подвешивать испытание 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 лампочкой есть есть все работает ну и где в основном нужно будет использовать вот данную розетку с автоматами то есть как можно ее назвать розетка с защитой удлинитель переноска с защитой в том месте где у вас нагрузка может сомнительная может даже не сомнительная нагрузка в которой вы уверены но все равно оставляете ее надолго без присмотра электрическая нагрузка то можно подключать а не можно а даже желательно подключать через розетку с защитой понятно что в ту розетку куда у вас будет включен удлинитель тоже надеюсь я установлен автомат где-то дальше там на доме в распредкоробке где-то в щитке но непосредственно непосредственная вот защита рядом с нагрузкой я думаю тоже как бы обязательно ну желательно по крайней мере особенно в тех местах как я уже сказал где вы будете оставлять нагрузку без присмотра в случае неполадок замыкания прибора который подключен через эту розетку до автоматов произойдет выключение автоматов а на сегодня все отписывайтесь в комментариях кто что думает по этому поводу может кто-то делал в другом корпусе что может посоветовать на сегодня все всем удачи до следующих видео до следующих до следующих до следующих Продолжение следует...